Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале! Честно, я была в шоке, когда получила заказ. Посмотрите, какой большой бокс-мастер! Я не знаю, я до этого покупала, но такого размера я реально никогда не видела. То ли это какой-то макси, или специальная какая-то акция. Почему он такой большой, я не знаю. Это новое меню, которое появилось у KFC. Ну, как новое? Новый размер, видимо. Также взяла сырные подушечки. Такие вот хрустящие, ароматные. Давайте сделаем вот так. И приступим. Ребят, убедительная просьба вас. Я второй день уже подряд ищу белую ручку. Те, кто занимаются рисованием, поймут, о чем я говорю. Не просто замазку, не просто гелевую ручку серебряную, а именно белую ручку. И кто знает, пожалуйста, помогите найти. Просто в инстаграме закиньте мне, возможно, страницу, где можно купить. Обыскала просто везде. Где нигде нету чесночный соус. То, что надо. Вчера где только не была. Нигде не нашла. И все не понимают, что именно мне нужно. Какая белая ручка? Не бывает белой ручки. Где угодно. Напишите, пожалуйста, адрес, где можно купить белую ручку. Я просто задолбалась искать. Вчера целый день потратила на то, чтобы купить бабушке лекарства. Там есть одно лекарство, которое никак не могу найти. Вроде обычно везде продавалось это лекарство. А сейчас типа сняли с производства или что-то такое. Кто что говорит. Ненавижу я, оказывается, в таких ситуациях. Мне просто кажется, как будто мой день прошел просто так. Занималась ерундой. Просто искала. И в конце так и не нашла. А я всегда себя корю. Когда день прошел, например, а я ничего полезного не сделала. Меня жутко раздражает, когда так бывает. Короче, я ходила и искала. Вижу наборчик около моего дома. Наборчик именно маркеров. Вот этих спиртовых, которые дорогие. Всего 12 штук в наборе. И именно те цвета, которые мне нужны. Именно такие пастельные оттенки. То, что нужно. Я решила купить. Думаю, все равно белый карандаш. То есть белую ручку не нашла. Хотя бы этот наборчик возьму. Взяла. Прихожу домой. И случается со мной очень странная ситуация. В общем, эти все маркеры. Все с одной стороны пишут, а с другой стороны нет. То есть ужасно рисует. Именно с одной стороны. Они двухсторонние. Кто не в курсе. С одной стороны такая шайбочка. А с другой такой плотный. Плотная кисть. Я бегу быстро-быстро. Дело было вечером. Я бегу быстро-быстро, чтобы поменять. Уже время осталось минут 10 до закрытия. Я просто скоростью света бегу. Радуюсь, что не закрыт магазин еще. Я говорю, вот пришла домой, проверила. Оказывается, они не рисуют. То есть они очень-очень сухие. Как будто лет 5 они стояли тут на витрине. Мне такой кассир сразу без проблем. Давайте перепроверим. Я такая, ну давайте, конечно, перепроверим. Посмотрим, как они рисуют. Приносит лист бумаги. Он такой небольшой. И начинает на нем рисовать. Вы знаете, рисует идеально. Он пробует один фломастер. Потом смотрит на меня. Кладет в сторонку. Берет второй. Мне кажется, они подумали, что я сумасшедшая. Потому что на этом листочке они рисовали просто идеально. И я не понимаю, что происходит. Почему дома они у меня не рисовали. А здесь они сразу начали рисовать. Мне сразу показалось это как-то удивительно. Но я спорить дальше не могла. Потому что они по факту рисуют. Я такая объясняю, что они у меня не рисовали до этого. Ну, в общем, по их взглядам я почувствовала, что они как-то с недоверием ко мне. И кассир такой говорит, я очень извиняюсь за свой вопрос, но зачем вам столько маркеров? В один раз у нас купили набор где 48 штук. Потом купили где 200 штук. И сейчас опять покупаете. Неужели те все маркеры у вас закончились? И это все? Месяц назад, за месяц, столько маркеров. Они же очень долго служат. Най-най. Они не знают, какой я шипоголик. Они не знают, на кого они нарвались. И он такой говорит, вы для работы это или зачем вам столько маркеров? И как вы думаете, что сказала Айка? Я такая... Я художница. Прикиньте, я сказала, что я художница. Но не скажу, что я блогер. Кайф, смотрите. Минуточка смр. Вообще, я не люблю нигде говорить, что я блогер. Мне почему-то кажется, если я говорю, что я блогер, это прям такое ощущение, что типа я выпрашиваю Барта, что дайте мне вас отмечу, дайте мне бесплатно, пожалуйста. Поэтому я вообще незнакомым людям очень редко говорю, что у меня есть канал и так далее. Очень редко. Там соседи кто-то. Когда уже напрямую задают вопрос, вы знаете, мы смотрим ваш канал. И я такая, а, ну да, это типа мое хобби. Так я могу долго общаться с человеком и не говорить, что я блогер. В общем, беру я, значит, эти маркеры, сказала им, что я художница. Ужас. И прихожу домой. И как вы думаете, дома опять эти маркеры не пишут. Я начала задумываться, возможно, это из-за того, что бумага какая-то не такая. Решила попробовать на другой бумаге. И вы знаете, подложив два листа бумаги снизу, они начали где-то лучше писать процентов на 50. То есть до этого я брала лист А4, ставила на деревянную поверхность и пробовала рисовать. А теперь я попробую подложить листок, другой листок бумаги. Потом я так раскинула мозгами и думаю, странно, что именно одна сторона у маркеров плохо рисует. я решила сделать такой эксперимент. Взяла маркеры, перевернула именно той стороной, которая не пишет и оставила на ночь. сегодня утром просыпаюсь, смотрю, все они офигенно пишут. Наверное, эта сухость в чем заключалась? Долгое время на прилавке, в магазине, они стояли в горизонтальном положении, весь этот спирт, наверное, стекся вниз. Поэтому одна сторона пишет, а другая сухая. Их надо было просто перевернуть. Единственный момент, который мне кажется безумно странным, как они в магазине рисовали. Мне кажется, у них специальная бумага, очень тонкая. Или не знаю, или я с ума сошла. Не знаю, у меня других вариантов нет. День просто наперекосяк. Пока за этими лекарствами, пока туда-сюда, пока эту белую ручку ищи, пожалуйста, я вас очень прошу, не пожалейте свое время. Если ты живешь в Баку, напиши, пожалуйста, мне в инстаграм, где можно купить белую ручку. Именно ручку, гелевую белую. Я реально иногда очень туплю. Я очень хотела себе купить шкатулку. Я в инстаграме выложила. То есть, помогите найти шкатулку. Вот такую. И мне люди покидали точь-в-точь то, что я хочу. Прикиньте. И именно уже готовую страницу просто заказать остается. Как круто иметь аудиторию. Я просто из Пинтерест нашла картинку и поставила в историю, что я хочу такую шкатулку. А еще пока я ходила искала, я начала сравнивать магазины, цены в этих магазинах. И немножко офигела. У меня племянница Альбина, то есть, моего брата-дочка племяшка моя. Получается, хотя двоюродный брат. Ну, в общем, она купила себе скетчболк такой большой. На 28 мая она его купила за 5 монат. Это получается где-то 220 рублей. И этот же блокнот один в один. Вот он. И там ценник 16 монат. То есть, он стоит дороже в 3 раза, даже больше, чем 3 раза. Прикиньте, в 3 раза разница. Причем, заходишь в этот магазин, как будто, знаете, рынок, как будто мусорка. Карточка не проходит, все везде валяется, а народу до хрена. Я просто в этом магазине что не видела, вижу в других местах хотя бы на 30% дешевле. И в этом магазине столько людей, все что-то покупают. Я реально не врубаюсь. В чем секрет? Ребят, в чем секрет? Есть какие-то элементарные вещи, которые у них намного дороже. и плюс еще карточкой нельзя платить, НДС нельзя вернуть. Короче, сплошные минусы. Сказать, что у них там прям так круто, все по цветам лежит, все так аккуратненько. Я люблю магазины, именно канцелярии, где все прям чики-пики, все лежит, так красиво, хочется все купить. А не то, что заходишь как будто на свалку попал. В общем, иногда я поражаюсь ценам. Ладно, там разница в 30%, в 40%, ладно, в два раза дороже что продаешь. Ну, когда то же самое, что ты продаешь в другом месте стоит в 3,5 раза меньше, не знаю. Я туда уже больше никогда не ногой. Кстати, меня в комментариях спрашивали, насколько мой брат меня старше. Но я так и не поняла, про какого брата идет речь, про двоюродного брата или про родного. Но я вам чаще рассказываю про двоюродного. Он старше меня на 18 лет. Прикиньте, у нас такая огромная разница в возрасте. Хотя, мне кажется, когда смотришь на нас, как будто я на 2 года младше него. Вот реально. Он очень молодо выглядит. А я, мне кажется, старше своих лет выгляжу. Всегда так было. Мне всегда давали больше, чем мне есть. А мой родной брат на 2 года меня старше. но вообще я в роду и со стороны папы и со стороны мамы я получается самая маленькая. Хотя нет, на месяц младше меня есть двоюродная сестра, а со стороны мамы я самая прям младшая. У меня все двоюродные братья, сестры, им по 35 лет, у них там семьи, дети и все дела. То есть мама получается поздний ребенок, совсем поздний. Вот прям совсем. И папа тоже получается как-то позднее. и с одной стороны так грустно. Знаете почему? Потому что все двоюродные братья, сестры, они с тобой не на одной волне. У них уже дети идут в школу и ты как бы не по возрасту с их детьми и также не по возрасту к ним. то есть ты что-то между. Особенно с маминой стороны. это был просто огромный бокс-мастер. Но я решила его съесть до конца. Потому что это было очень вкусно. у нас была в универе девочка. За ней всегда приезжал ее двоюродный брат. Забирал ее. Он был на машине и учился в универе, который находился близко к нашему. То есть у него заканчивались пары у нее. Он забирал ее и они ехали домой вместе. двоюродный брат. Я самая младшая. Хотя с двоюродным братом, который на 18 лет старше меня, мы выглядим как ровесники. Я выиграла эту жизнь. Именно поэтому я не люблю отвечать на вопросы про возраст. У меня с детства комплекс, что я выгляжу старше своих лет. Поэтому не задавайте мне эти вопросы. Я наелась, осталась только картошечка. Но она уже холодная и невкусная. Вообще я не люблю кушать еду, когда она горячая. Я люблю, когда она еле-еле теплая. Вот тогда я получаю кайф. Всех люблю. Пока. Пока.